25 процентов всех исследований это исследование именно конечно потому что магнитно-резонанс как мы знаем является стандартным для исследования чем же мы отличаемся и наша отличительная особенность от других магнитно-резонансных томографов в первую очередь все магниты являются собраны на базе постоянных моментов соответственно нам не надо никакого охлаждения никакого на первую комнату единственное требование помещения это под температура помещения должна быть по 20 до 25 градусов что является комфортным для пациентов и обеспечивает самая основная климат-контроль система второе это легкость монтажа и отсутствие жестких требований к помещению опять же относительно малый вес и капариты самый маленький для нашей машины поэтому они могут спокойно монтироваться в том числе и на верхних этажах зданий что для магнитно-резонансных систем более подробно уже машина с поворотом магнитом опять же компании пока еще машину с поворотом магнитом для исследования конечностей не сделанных либо сделанной тут угодим машину но там целую гидростанцию надо ставить фонарная компания делает штатовская опять же малая потребляемая мощность ну например магнит-резонансный томограф плоска на котором мы будем рассказывать потребляет меньше обыкновенного чайника или нагревателя то есть в рабочем режиме 600 ватт при режиме экстремного нагрева мощность может достигать до 1,5 кВт то есть уровень утюга обыкновенная одноплазная сесть то есть достаточно стунуть розетку и машина работает выйти ее на нагрев и машина работает качество изображения и мы это покажем и докажем не уступающего стопольного магнита потому что один из первых вопросов а у вас там всего лишь 0,32 или 0,25 тесла как вы на этом можете что-лить будут живые картинки дайкомовские не от фотошопа будут сравнения с полутора цифровыми и с трехцисловым магнитами вы все это увидите отсутствие сильного аудио шумового эффекта что-то очень важно при исследовании особенно маленьких детей которые боятся машину или использование беруш и чему тому подобному ну максимальный шум по стандартам был достигнут на определенных последствиях это 80-30 рублей ну это громкий разговор я сейчас говорю на 80-30 все нет наушников нет беруш нормально к нам в форме позиционеры реального времени на всех машинах если мы привыкли на одни тренанасных томограф мы используем лазерный перекрестик лазерную руку световую для того чтобы правильно выйти в нужную позицию здесь оператор в реальном времени именно видит тот срез который он получает сейчас то есть такого пока на наших конкурентов ни у кого наших коллег конкурентов ни у кого мы не возможность обследования пациентов с клаустрофобией и детей под контролем мы все прекрасно знаем что детей либо седация либо не берем до 50 лет потому что очень тяжело с ребенком работать 5 минут первое когда мы послали в Москве в частной клинике и первые звонки пошли дети 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 мы можем спокойно смотреть ребенка быстро мама стоит рядом никаких шумовых эффектов ничего ребенок спокойно находится не надо применение никаких сегативных препаратов это очень важно сейчас между прочим прорабатывается вопрос использование перинатально когда мы работаем заношенными детьми новая тема новое направление маленький секретик я открою в России сейчас вопрос на рождаемость поэтому все есть ну и мы соответственно да и возможность опять же из-за того что магнитное поле очень небольшое возможность отследования пациентов с металлическими инпланками встроены мы покажем эти рисунки в дальнейшем докладчик расскажет и вы увидите реальные картинки с инпланками то есть то что мы на больших магнитах за счет муары просто не увидим или есть риск смещения либо накрела этого импланта в момент снятия последствия опять же поле небольшое в общем то вот такие вот основные позиции более подробно я на стенде я здесь можно потом подойти спросить и уточнить ну все ну а теперь наверное слово следующему докладчику уже я просто железя я физик если так сказать здесь уже слово даем доктору который более подробно и конкретно расскажет и о клинике и о самих машинах я здесь если что могу подсказывать и управлять я думаю не надо спасибо спасибо так добрый день уважаемые друзья коллеги коллеги могу я спросить сначала сколько врачей в зале поднимите руку пожалуйста кто занимается медициной отлично кто занимается лучевой диагностикой у вас супер есть ли врачи спортивной медицины троматологи неврологи один супер хорошо форум состоялся давайте мы потом не поговорим об этих томографах потому что система на самом деле очень интересная я сам только недавно о них узнал и оказывается мы получили очень большой пласт техники и возможностей в ежедневной рутиной диагностической работе касаемо мышечной скелетной визуализации я покажу вам два изображения два набора изображения это сагитальные ПДшки всем известные изображения коленного сустава основные на которых мы исследуем хорячьи, мениски частично связки и прочая структура суставов можно ли догадаться какая напряженность поля на каких машинах это сделано слева или справа какие изображения вам больше нравятся те что справа теперь посмотрите какая напряженность в поле с левой стороны это полуторадословая обычная машина известной немецкой марки которая 5-7 лет скажем так достаточно свежая с правой стороны это система SOS 031 Tesla напряженность очень маленькая отсюда думаю что больше не значит лучше и с помощью маленьких машин можно получать высокое качество изображений за небольшое время при очень маленькой стоимости владения самой техникой что очень важно и критично именно для ведения успешного бизнеса компания разработала три системы каждая из которых имеют свою определенную нишу на сегодняшний день в мышечно-спилетной визуализации и на этом делается акцент что эта машина именно для мышечно-спилетной визуализации то есть суставы все плюс позвоночник сначала это идет Оскан это небольшой маленький магнитик который что у меня много слайдов поэтому все хорошо Оскан это маленький магнитик который действительно весит один тон его можно транспортировать хоть в лифте хоть на двадцатый тридцатый этаж это не проблема у него небольшой гентри который позволяет исследовать успешно коленные суставы коленостопы кисти запястные локти следующее идет скан это то что мы привыкли с вами называть низкопольником если смотреть сравнение с конкурентами достаточно стандартная система и он занимает среднее место в этой позиции и самый ну пожалуй мощный обладающий самым широким возможностям это G-скан про который я расскажу немножечко позже Оскан вот такой малыш в двух видах представлен на рынке есть премиум и лайт версии каждый из которых обладает своими преимуществами понятно что премиум стоит немножечко дороже но у него и выше производительность об этом я расскажу чуть чуть похоже самое интересное что если вы начинаете работать в клинике где просто есть рентгеновское отделение с обычными рентгеновскими аппаратами то практически не нужно переучивать лаборантов то от чего страдаем мы все в просторах лучшего Советского Союза у нас нет курсов подготовки лаборантов на МРТ это большая проблема мы готовим их сами что делает намокр он сам выполняет вот такие разметочные сканы после чего вы просто выбираете цель сканирования например вас интересует и дальше автоматически томограф подстраивает под разметочные сканы структуры исследования и вы жмете просто одну кнопочку подтвердить если вас устраивает расположение сканов на лаборайзере и начинается сканирование на этом все то есть это крайне просто с точки зрения начала работы даже если нет опытных лаборантов на МРТ это магнит который разработан я уже и говорил для мышечно-спилетной визуализации то есть в первую очередь конечно это для нас радиологов это очень удобно вам не нужно перегружать высокопойники и сверх высокопойники такие есть обычными рутинными сканами коленного сустава например это разрывами с пересвязок поэтому для ортопедов врачей спортивной медицины это очень классная находка касательно стоимости наверное просветит мой коллега на стенде но можно сказать что соразмерно с среднестатистической полторашкой эта машинка стоит в разы дешевле поэтому владеть ей не так уж и дорого и для при спортивной медицины и ортопедии это большая находка вот сканта визуализация приметить маленьких затратов на установку и покупку как говорил мой коллега вам нужно очень маленькое помещение вы можете докатить этот томокрак на веревочке в лифте всунуть штеггер в обычную самую розетку в принципе вам даже не обязательно купить клетку Фарадея зашивать комнату клетки Фарадея для того чтобы работать на этой машине это действительно очень экономически эффективное решение потому что исследование мышечно-скелетные во всей рутинном мостоке занимает второе место после исследования центральной нервной системы по востребованности то есть потом пациентам на эти исследования вам будет обеспечен стоимость владения техникой очень маленькие условия для размещения практически ничего не требует поэтому действительно нам придется с вами переосмыслить видение МРТ в обычной скелетной визуализации для меня на самом деле это было откровением когда я узнал об этой системе что есть не только там полторашки-трешки и какие-то низкопольники с не самыми качественными картинками которые идут очень долго а есть целый пласт техники про которые мы с вами очень мало что знаем таким образом Оскан это точная диагностика благодаря набору импульсов последовательности здесь очень точно и четко подошли к разработку инвестировалось в развитие именно нужных для мышечной скелетной визуализации последовательности их не очень много но они отвечают абсолютно на все задачи в действительности 2D и 3D техники ингредиенты и спиновое эхо вы можете подавлять артефакты фирмогнитные во-первых благодаря тому что самонапряженность более очень маленькая действительно артефактов становится меньше после того что более ниже плюс есть дополнительные последовательности в которые вложилась фирма и я покажу вам эти исследования чуть-чуть позже вам доступны параллельные сбор дамп тот тренд который идет последние лет 5 в принципе доступны здесь и конечно использование модельканальных катушек которые тоже позволяют ускорить сбор данных и сделать исследования приемлемыми по времени укладом пациента в среднем занимает 4 минуты дальше например на коленном составе вы видите ПТ-шка в сагиталиях без половины минуты Д2-шка в сагиталии 3 минуты х-бон я покажу последовательность позже 2 минуты Д1 в короне 3,5 и 3D-шарк это градиент 3D техники с возможностью мультипланадной реконструкции 4 минуты таким образом даже вот на этой казалось бы дешевой простой машинке за 20 минут вместе с укладкой пациента у вас готово качественное исследование коленного сустава по качеству сопоставимое с полуторками а иногда даже и с трешками то есть если нет разницы зачем платить больше есть определенные новые инновации которые предлагает компания снижение артефактов металла вы видите исследование сверху слева в области пленостопного сустава простой мональный металлический штырь но вы видите совершенно четкий конкурс и за ним после мозг просматривает абсолютно четко без каких-либо искажений последовательность 3D-шарпа которая я говорил до 3,5 минуты на премиум машинке сделано но тем не менее это очень удобный ингредиентный эхо по взвешенности напоминающий ПД то есть жидкость здесь идет светлая очень четко видны пятна структура хряща его можно даже разделить на три зоны вы видите фиссуру хряща практически на всю глубину очень четко вы видите совершенно замечательный мениск и за счет артефакта химического сдвига который здесь использован на сумму вы видите четко совершенно границу субконтральных эрозий склероза менисков относительно хряща и так далее это очень удобная взвешенность на самом деле которую мы редко пользуемся на воскопольных машинах но благодаря верной конструкции вы можете сделать субмиллиметровые сканы вот за 3,5 минуты и смотреть во всех плоскостях вы видите этот сустав определяет все дефекты хряща и менисков и так далее с точки зрения экономики еще раз 1 кВт в час если это меньше чем чай в среднем это 1 кВт в час никакого гриогенного охлаждения постоянный магнит вам нужен просто обычный вот такой кондиционер в помещении совершенно бесширенький простой причем кабинет площадью до 10 квадратов можно 9 квадратов фактически это такая ванная комната поставили дома ванную магнит и делаете совершенно шикарное исследование с преднемыщественными визуализациями магнит имеет низкий затрат на содержание и малые начальные инвестиции поэтому на сегодняшний день действительно вот этот малыш что скан самые динамичные март в своей отрасли вы можете размещать где угодно есть опыт в непоскребе на 6 этаже вы можете посмотреть схему размещения вот эта комната где стоит скан здесь стоит коттеджка здесь стоит мартес смотрите размеры комната рядом туалет грубо говоря можно сказать 4 маленьких туалета это одно помещение где будет стоять ваш домок причем лаборант вместе со своим компьютером может находиться прямо на этой комнате ничего не произойдет и будет прямой контакт с пациентом во время исследований по качеству изображений наши коллеги провели исследование взяли 37 пациентов и провели двойное слепое исследование это значит что они посадили два эксперта-радиолога в области имущей спереди визуализации которые на одном и том же мониторе смотрели одних и тех же пациентов которым делалось МРТ на полторашке и на лоскане и в результате вы видите что точность исследования сопоставима между полторашкой и вот этим вот малышом москан опять-таки исследование из Германии можно закрыть весь вопрос уличную визуализацию вот такими недорогими и простыми использования томографами и освободить потом действительно какой-то неврологии сложной на полторашках трепежки вот сравнение из клиники Лозанна Швейцарии доставил коронарный стирк и сагитальный ПД в одном случае это полторашка в другом случае это самый маленький высокополь и вот цитата это с последовательностью шарфа то же самое подъем под продукт контур сабхондральный отек и склероз зависит второй тип и то же самое исследование рядом они сделали на трешке контур совершенно здесь четкий нет признаков такой эрозии которая на самом деле имеет место быть разрешение немножко выше но суть процесса не передает это можно трактовать какое-то старое повреждение потому что контур действительно ровный реактивный отек возможно имеет место потому что при введении контрастного препарата есть его накопление но не более того вот на одном этом сцене уже сразу видно какой-то процесс он активный он старый чем он характеризуется и так далее немножечко другие нас с вами конечно всегда интересуется поскольку большим жестовом залить именно диагностов я в презентацию поставлю так можно больше изображений потому что нас с вами трудно убедить чем-либо кроме как и действительно картинками так вот сравните разрыв пениска на этой малыше это ВДшка в сагитале в короне и стир ВДшка с подавлением жира в нископониках в принципе получить достаточно проблематично и очень затрата поэтому вместо этого используется обычный стир в последовательности просто импульс инверсии восстановления делается короче чтобы не давить полностью кости все остальное в промежитости сделать контрастность приемлемо совершенно четко на этих изображениях можете видеть разрыв ниска без всяких проблем один скан занимает около 3-4 минут то есть 15 минут и у вас в принципе реагноз готов больше ничего 3 минуты субхондральный остеоартрит ну как известный остеоартрит не всегда начинается с поражения самого хреща составного контура иногда это субхондральные очки которые трансформируются в гиоты и после этого подрывается корячь вот сравните пдшку и опять-таки градиентная последовательность шахта я после этой презентации по любому приду на свою полторашку перенастрою свой домокров таким образом чтобы получать градиентные последовательности для меня это просто открытие сравните обычная пдшка при один будет выглядеть примерно то же самое да если присмотреться можно видеть эти очень пистозные перестройки как обычно пишут но на шарке все видно виден масштаб трагедии значительно улучшен света зона и отека целиком вокруг и все что творится по передерии вот эти репортирующиеся кисты участок фондромаляции фиссура медиального сегмента хряща на всю глубину здесь и моделированный в последовательности стир с эффективным подавлением воды совершенно замечательно видно причем можно видеть даже слоистость хряща на коленях три слоя как известно и кисть я очень люблю смотреть коленные суставы а вот мелкие суставы терпеть не могу до этого не было подходящей техники чтобы вывести классные красивые затронные передвижки или просто программы с хорошим разрешением где можно было все мильчайшие подробности нормальным опытом досмотреть терпеть не могу здесь я очень впечатлился смотрите вот это кредитное хт-1 это тот самый X-1 про который я вам скажу чуть попозже четыре взвешенности в одной в атмоследовательности и аксиальные татушки с размером на низкопольнику чуть-чуть получше чем на обычных но вот эти две последовательности совершенно четко передают регулярную структуру костей и совершенно четко виден грязь на фоне стабильных оболочек если есть какие-то проблемы с фондормуляцией в этой области вы увидите на X-1 после этого я наверное как-то попробую извертеться чтобы писать и кисти тоже потому что становится уже просто интересно если раньше это было не видно и переживал за свое заключение то сейчас абсолютно вот оно перед глазами X-1 как я и обещал четыре взвешенности в одно аналог дирекционной техники только на томограф компании она идет около 3-х минут всего лишь толщину среза можно достичь 2 мм с разрешением 0,7 на 0,7 то есть это линии трех условий если посмотреть на это с другой стороны и вот такие вот участки опять-таки контральные перестройки с отеком скондромаляцией вот четыре взвешенности пожалуй фаза противопаза церетиноподавление воды все здесь видно хорошо на стиле отек костного мозга и поскольку это все-таки стира нету проблем с подавлением жира по краю кадра по краю катушки все давится совершенно комогенным на всем протяжении и вы совершенно четко можете отличить участки отека гистозные перестройки любых тканей не только простого мозга от других процессов опять-таки любимый 3d sharp 1,6 мм совершенно шикарное изображение маленькая невренома морги тоже морги не любят шлют наши коллеги клиницисты и пациентам чтобы искать такие мелочи но казалось бы низкопольник простой но вот она маленькая эта штучка совершенно замечательная разрывы связок это понятно т2-блежные изображения простые но они с хорошим разрешением они референсы для выражения связок имеет т2-блежности совершенно четко и нормально то есть мы беседовали с травматологами в том числе и говорили а как посмотреть на то если мы видим разрыв частичный разрыв пиши половину волокону или целый полный разрыв отлично то есть и с другой стороны избыток информации не будет вас отвлекать и давать сомнения вам в заключении что там формы на 2-3 полотна как в канатике снаружи есть разрыв он здесь совершенно замечательный перелом поиск эти сканы ставятся для того чтобы сказать что эта система по стоимости сопростофима с обычным евгеновским аппаратом и потом в конце вывод будет а зачем же почему вы до сих пор пользуетесь если вы можете видеть защитно лучше в трех проекциях с отеками костного мозга и прочими вещами это распространение фаланги понятно тот же самый стир комодельное подавление жира за счет этого участка котелка не очень хорошо перелом первого пальца тоже последовательность занимает 3D-шка занимает 4,5 минут но стир и шар где-то по 3,5 минут 10-15 минут вот вам совершенно четкий диагноз вам видно куда освещаются постный отек где находится сам перелом вы можете установить давность по перелому по выручности отек и так далее довольно большой простой чем отличаются три системы малышей динокатура в версии продвинутой вы делаете абсолютно то же самое только в разрешении немного больше и где-то треть времени вы рекомендуете здесь вопросы вашей рутины если у вас идет очень большой поток спец пациентов то возможно имеет смысл присмотреться к премиум-версии вы будете экономить время и пропускная станционность на машине будет лучше вот сравнение 3D-шарка 5,5 минут здесь 3,5 минут но при этом толщина среза 1,3 мм здесь 1,6 мм и матрица 224 здесь 240 минут тут еще и выше разрешение а время экономическую терапию и это сканируется весь сустав на самом деле 50 или 48 скан то есть весь сустав 3D прокрутил, посмотрел добавил одну программу на связке потому что связки здесь конечно немного в этой разрешности плывут не очень информативно и все у вас за 10 минут толщина среза 3 мм это сканы с высоким разрешением потому что я показывал в начале есть по 2 мм спиновая Ht1 градиентная Ht1 для сравнения к тому что больше нравится разные цели немножко этих последователей для крупного мозга градиент немного лучше 2 мм это доступно я к тому что если это правда нет это картинки со скана просто это Oskar Oskar это Oskar тут неправильно все сюда не надо смотреть изотропной последовательности то о чем я говорил 0,4 мм мы недавно настраивали один известный кратисловый томограф там получилось делать 0,4 мм до этого ни на одном из полторашек которые я видел в Беларуси 0,4 мм на коленном составе это фантастика это нереально вот на этом малыше пожалуйста 0,4 мм только я не помню сколько есть скантайм 7 минут 7 минут отлично за 7 минут мы делаем на трешке BD мы делаем за 7 минут на трешке BD а здесь 0,4 мм есть ли смысл дальше на полторашку сниматься МС-5 я не знаю снижение артефактов металла опять что угодно маленькая каёмочка по кругу все остальное в камере вы видите визуализация протезов тоже сам протез достаточно большой вы видите синавитриатом и отек и прочие вещи которые критически необходимы например вот такой вот огромный курсик после установки протеза вы не увидите на обычном амартех потому что здесь сустав мало того это были обычные изображения к которым мы привыкли а я вам хочу показать динамическое амартех новые вещи которые в нашей стране покажут это визуализация в реальном времени мы снимаем типом про сустав который сгибается то есть это совершенно гениальная вещь которую мы любим использовать на рентгене в рентгенских техниках непонятно что что нужно делать пикелоскопию правильно фактически та же самая скопия только с использованием не классических рентгеновских техник амарте то есть мы можем увидеть индивиджен синдром клетчатки гопа если она у нас просто горела в наших изображениях коленного сустава статических где-то локально есть отек ты думаешь это отек на счет права там есть есть еще что-то здесь сделан несколько сканов пациент загнул и разогнул ногу и совершенно четко видишь это попадает между над коленником в небедренной кости то есть в спортивной медицине когда действительно есть боли непонятно что происходит в обычных упражнениях это просто находит у нас есть маленькая проблема с видео но я открою вам его в отдельном окошке как это будет это уже через скан но не принципиально смысл везде это исследование в сакитальной проекции как правило в спиновом изображении когда пациент сгибает и разгибает сустав в этом случае это шейный в мистопиле подберение кистообразной связки может есть проблемы со связками или вражденными спазями эта опция доступна на все томографы этой марки есть то же самое толщина среза как правило 10 мм это позволяет вам увидеть соотношение костей во время движения что критически важно и мало того вы можете дать нагрузку то есть вы можете на этот сустав который сгибается сверху повесить мешочек с песком и делать нагрузочную и проверить толерантность спортсмена фактической нагрузки перед соревнованием перед алипиадой это было действительно большое упущение для нас диагностов в последнее время просто не дошла пока едем дальше еще дальше технические характеристики то что я говорил 1 тонна веса 10 квадратных метров и не нужно задерживаться в розет он работает все очень просто обычный 0.31 тест на напряженность его поле работает под операционной системой по максимуму все прекрасно знают пациент по имитивности 20 мм скорость на остание 40 поле обзора доступны 14 диаметром по 17 18 достаточно для того чтобы вполне точный пациент наложить и смотреть нет полустрофории это самое главное от всех основных систем потому что если сравнивать лайткурс полнорашками с трешками вы не посмотрите детей без ситуации и каждую неделю по нескольку взрослых людей приходящие на обследование отказываются потому что у них оказывается полустрофобия 18 сантиметров кентри и особая геометрия полностью комфорт то есть видите у него высота и ширина немного не совпадают и вот по высоте он больше именно для того чтобы делать динамические сканы и дать возможность нормальной укладки катушки то есть система действительно продуманная люди пошли своим путем и мне кажется достигли успеха радиочастотные катушки сделаны по технологии DPA то есть это параллельная визуализация это очень простые катушки нет никаких провоковов никаких гибелей вы просто засунули новую руку защёлкнули ботинки вверх катушек сверху и всё то есть вам опять-таки этот плюс не нужно учить лабораторию хороший опросник удовлетворяет мне вас качество я думаю что картинки всем понравились если есть хотя бы два мрд исследования для мышечной визуализации если есть очередь а очень есть если есть 10 квадратных метров по-моему очевидно что альтернатива на сегодняшний день для исследования мышечной скелетной реализации вот этой системе косметики действительно очень душевая и как в опублике так и в обслуживании и владении следующий СК это он занимается среднюю позицию в линейке томок это полноценный МСК МРТ полноценный потому что он позволяет исследовать еще и подлоночник если на том малыше подлоночник сделать нельзя то здесь да можно весь спектр абсолютно все колено, стопа, колено, стол, кокоть, плечо, козапедренные суставы сюда же добавились а это частые показания частые направления на МРТ как опция можно скамировать мозг но на этом я останавливаюсь по подобному можно сравнить качество изображения так сяло это два и всегда сложно настаивать на тех полторашках в мороке достаточно много вот СК вот полторашек среднее известного немецкого производительства для меня теперь качество если я вижу корешки относительно друг друга в натуральном мешке если я вижу болотна конского хвоста которые отличаются друг на друга я вижу винили гранит значит это действительно очень хороший скан вы можете обратить внимание на лимфовые грушины то же самое вот эта вот вся мелочь совершенно замечательная гигантность они сопоставимы возможно вот на этом скане да чуть-чуть получше но это не критично с точки зрения диагностической эффективности они обцеленные лимфичны тот же протокол в то же время то есть изображение примерно одинаковое что на малыше что на эскане 20 минут голенный сустав у вас готов с теми же успешностями с теми же протоколами такие я не говорю про это последовательность надлежда по синтемному подавлению жидкости и вот пожалуйста с отеком триминистом который говорит о попреждении здесь должно быть климатик видео по сгибанию и разгибанию шейкового отдела позвоночника но я вам показал чуть-чуть пораньше что здесь меняется опять-таки это низкий энергозатрат здесь уже не 1 кВт ватт на 2 это все равно меньше чем духов опять-таки готово приогенного охлаждения размещение 18-12 квадратных метров из бековых фигураций требующие разной площади тем не менее 12 квадратных метров для большого атомографа это совершенно шикарно стоит он действительно не так уж и много если сравнивать с конкурентами то это опять оказывается самый экономичный модель в своем классе вот беков фигурации его установки в одном случае консоль лаборант находится прямо в комнате скалирования у него такой круглый обе 18 квадратных метров вторая на перегородке сидит лаборант который все это сканирует интересные данные европейских клиник у нас пока нет если основа 105-летнего финансирования загрузки 16% в день это вполне реально и время исследования около 20-30 минут у европейцев получилась стоимость рассчетная 30 евро а рентгенологическое исследование того же карельного состава стоит 20-х ну вот смысл зачем можно дать гораздо больше информации я не говорю о том охоте которые требуют обязательно возник но травматические повреждения здесь мне кажется выбор довольно очевиден опять-таки качество изображения замедленные суставы с повреждениями совершенно четкие замечательно видно это постконтрастный скан здесь можно проводить орфографию прямую ввели контрастно с и оценили что происходит и отлично работает изображение противов фазе подавление жира 4 взвешенности в одном одинаковые то есть в принципе последовательности одинаковые на о-скане на э-скане качество сопоставимое матрицей 256 преимущественно 180 4 мм за 4,5 минуты это время ну такой хороший крутой бараж безмощный предмет коренный состав еще несколько примеров это два вздешных изображения с металла и на элемент из тех это два фазе можно измиграться с два фазе к противофазе по-моему проще и удобнее но у вас различные интересности то же самое предназначенный сустав оцените вот здесь интересно потому что на всех получается это 4 минуты совершенно четкий контур кости на предмет драматического убеждения и вот они все расчерчены все здесь шарк тоже самое но выставляет совершенно нормальный участок субхандральных эффектов которые подтверждают отеки в любой локализации неважно повреждение на связку низкой костного мозга субхандр изгон который вам дает четыре взвешенности в одном то есть в принципе наборы изображений все они и те же но они отвечают на все пистики я вам уже показывал вот еще один другой пример пожалуйста мне кажется изображение здесь говорят сами за себя пальцем и тоже очень проблематично было это дело уложить на полтораж что вы только не делали позу супермена мешочек с песком сверху вы вот так полежите мы постараемся недолго вот пожалуйста удобно вот эту вот штучку низкий пальцем абсолютно правильный не зависит практически от опухолаборанта и у вас совершенно замечательное изображение то же самое здесь запястьный состав локоть с локтем всегда были проблемы потому что на высокополе там оказывается возле края возле стенки а там сумасшедший артефакт по краю в поле кадра здесь никаких проблем вот он специализированный специализированная датопушка для исследования локтем плечевой сустав то же самое по краю кадра здесь никаких проблем совершенно бумагенная карту искажений засветок и прочих вещей и нету артефактов восприимчивости там легкое мешало еще что-то мы открывали с операционными молотками не нужно здесь ничего делать все отлично получается прямо то есть раньше говорили из трубы по-другому надо говорить четыре взвешенности полно то же самое совершенно замечательное повреждение будет позвоночник то есть кто был уже на русской недоступен более-менее а вот позвоночникам интересно потому что с помощью этих катушек можно получать совершенно нормальные изображения сопоставимые ну скажем так не с новыми полнорашками экспертного класса ну такие где-то лет около десяти и даже хорошего класса аппараты привычные нам изображения ну кто скажет что это не спокойно нормальная матрица все хорошо видно виден участок отеков отеков мозга и это критерия эти вещи пропускать нельзя потому что они всегда критичны они должны быть серьезной потолок и здесь это видно для меня и хорошо если вы это даже дело выявили это просто отек даже если вы не работаете с контрастированием вы написали что это отек требует контрастирования отправить пациенту дальше в следующую специализированную дверь мы скоро сделали нашли проблему дальше с ней разбираем русские специализированные центры с использованием другой техники но даже пообратите внимание даже здесь вы можете видеть что это отек у основного спинного мозга расположенного в заднем и заднем руковом в сегменте той самой бабочки у вас нет диагноза это поражение это рассеянный склероз его не ищет проводить даже на низкопозе поглубые неконтрастные сгибания разгибания это самая интересная и прикольная опция потому что укладывается сюда шейный до позвоночника и здесь есть фиксатор с определенным углом наклона и вы проводите исследование то есть мы с вами в начале протокола шейный шейный лордосно склажен выпрямлен еще что-то да чушь это все ерунда один так второй взял выпил в эту сторону сделал 30 градусов вот эти вот вещи они очень интересные в плане сравнения вы можете делать нормальные сканы как вы привыкли это делать на рентген графике чтобы определить саму годность пациента кармии мы делаем исследование стариозы и прочих вещей только с рентгенов потому что надо делать положение лёжа положение стоя похожие вещи по смыслу можно делать с использованием поясничный отдел позвоночника причем довольно большой пласт уже работают перчатки это всегда было проблемой потому что вы используете только катушку которая либо встроена в стол либо это задний элемент и у вас сигнал опорционально падает электрические формулы сейчас следующий шаг всех революции возить на углу на груз которая передала промышлением и они огромные и это приотношение помогает нам осталось только команду формулы 1 и поедем все будет хорошо крижей межпланковой киски тоже самое это совершенно замечательно стир вот этот 3d хайст это Эта штука — это спиновая D2 в 3D-технике. То, что у GE-шки называется купы, у Siemens называется спейс, но я говорю сейчас про мископольные системы, а это мископольный, который позволяет получить очень высокое разрешение и делать это скан. То есть это то, что мы начали у себя делать, в том месте, где я работал три года назад в первом стране, мы начали в позвоночнике обследовать все детали вот этими, вот как здесь называется, high-speed. И все мельчайшие детали оказались доступны за один токококон, за один срез, за несколько минут. То же самое вы можете делать на мископольнике. Вам не нужно высокое холи для исследования позвоночника. То есть обычно как это происходит? У вас есть какая-то небольшая книжа диска, которая дает диск-радикулярный конфликт, и вы думаете, а вот фрагмент внутри кисковый отек, или может быть опухоль какая-нибудь, а может секрет, который уже запялся. У вас есть с высоким разрешением, которое ответит на все эти вопросы, вам даже не нужно вводить для этого прекрасный препарат. Вот так это выглядит при нерве дипроматозе. Вы делаете один скан, короносокитал, неважно, что вы делаете, из него делаете потом реформат. И вот, пожалуйста, эта штучка со всех сторон. Вы совершенно четко видите соотношение ее с дуральным мешком, со спинным мозгом, с литями конского хвоста и так далее. И решаете, что это такое. Вот несколько. И сравнение с обычной ДВА-взвешенностью. Это тоже хорошо видно. Благодаря суммационному эффекту и толщине среза они скрадываются вот эти мелкие инструменты. Я вообще люблю это бесплатное, особенно если это приносит пользу. Да, вот вы делаете одно сканирование в перроне, здесь из него, пожалуйста, бесплатный реформат из капитала. Он не нужно доставлять сканы. Мало того, ваш лаборант не запаривается, чтобы выставлять из капитала. Потому что сколько ошибок, сколько моральности. Вот там грыжи диска ты не заметил, не поставил сюда, взяли сканы. Мы сейчас еще раз его подложим, посмотрим. Не нужно этого делать. Вы делаете одно сканирование и какие-то дополнительные следы. И имейте все грыжи диска, все дискартикулярные конфликты, все мелочи перед вами. Есть специализированная катушка для исследования височных нижних и крестных суставов. Довольно часто в анкете коллег бывают в те линии сделать исследование у МНЧФ. Кто-нибудь это делает, а может динамическое, а может обычное. Не важно, кто-то как-то посмотреть, и человек там под выберет или не под выберет. Вот катушка, и одновременно идет сканирование сразу с двух сторон, с открытым и закрытым ртом, 20 минут, пожалуйста, у вас все видно. Снижение артефактов металла здесь играет еще, наверное, большую роль, чем при исследовании суставов. Потому что вот таких вот позвоночников после металла действительно очень много. И известные фирмы, которые делают расступольники, тратят сумасшедшие деньги на исследования и разработку последовательности, которые гасят, ну, чаще говоря, широкой полосе пропускания вот эти артефакты, но здесь вам даже не нужно их, в принципе, не сначально косить, а вот с помощью вот этого мара у вас вообще не остается практически никаких артефактов. Вот, видите, фон у металлоконструкции с небольшим артефактом восприимчивости вокруг, и на этом все. Это ли не чудо? Динамическое МРТ, про которое я говорил, видео я уже показывал, к сожалению, здесь я не играю, наношение в модели подвоночника тоже было видно, совершенно замечательно, как это сгибается и сгибается, ну, да, надо команду тоже много отличить. Характеристики системы. Напряженность в поле 0,25 Tesla, тем не менее качественно супер, вес системы 7 тонн, это уже большой постоянный магнит, вы не понимаете, они бывают даже до 16 тонн, и здесь 7. 2 кВт тратит, и Microsoft Windows, Radiant 20 на 40, поле обзора максимально 27 см, что позволяет вам открыть любой отдел позвоночника. Опять-таки, не приходит к глаустрофобии, здесь имеется поворотный стол, и очень прикольная фишка, это вот этот вот интерактивный дисплей, где онлайн выскакивают и размиточные, и все остальные сканы, которые происходят, поэтому вот сканируете вот такого малыша, в аппарат или врач находится рядом, смотрит прямо сразу на гигнастическое соображение, проверяет нужные места, и еще, и он может на этом деле остановиться. И уже выходя из лаборантской, даже не доходя по своей обязанности, он уже знает, с чем он имеет дело, что он напишет, и что вообще не так с пациентом. Это очень удобно. Катушек огромное множество. Для всех суставов, для всех отделов подвоночника, для весочника, чем с двух суставов, и C-spine flexion extension для взбивания и разгибания вот этих вот самых термических проб. Опция – это визуализация мозга. Надо понимать, что компания занимается именно мышечной скелетой визуализацией, поэтому это опция. И эта опция не суперполезна, если мы говорим про нейтрологию. Вы можете сравнить обычные качества изображений. Вот это 0.25 CSK, конкуренты 0.304 Tesla. Ну, все на этих изображениях. Для меня это не проблема, он любым образом можно подстроить, сделать качество повыше, времени чуть-чуть побольше дать. Но здесь недоступна дефузия, здесь недоступна топ ангиократик. Без дефузии добавить его изменения в мозг на сегодняшний день это не очень актуально. 20 лет назад может быть, сейчас, наверное, нет. Если есть критическая необходимость, то почему и нет, потом на четырехканальная катушка вы можете себе закупить опцию и сканировать мозг в случае необходимости. то есть это уже, в отличие от предыдущего полноценной системы для мышечной среды реализации, которая отвечает абсолютно на все вопросы в этой области. Она проста в установке. Тут есть шикарный комфорт для пациентов в плане того же поворотного стола, который есть в любых инструментах. Низкие затраты на обслуживание и так далее. Вот это самая классная машинка. Это GSCAN. Это топовая вещь, которая есть в этой компании. И она действительно меняет перспективу и модель. Мне очень понравился этот козунг. Я его из-за скопировал. Нам всем нравится скопия. Прямо с самого начала состановления всей радиологии, как науки, скопия всегда была в предмете интереса. Так это происходило в 45-м году. И сегодня компания GESAOT немножко поменяла этот подход и сделала первым в мире поворотным классным машинам с возможностью полноценного оркостатического аналога. Звучит угрожающе, но я вам сейчас покажу, что это очень-очень круто. И если вы хотите заниматься позвоночником, делать на этом науку, то альтернативы практически никакой нет. Создается, что вы видите, девушки не знают, когда идут на обычные модели или на повороты. Зачем это все нужно? То есть вы можете совершенно четко определять нестабильность позвоночника. Раньше нас ругали, как я писал, нестабильность такого-то сегмента. Что за чушь, его сканируют, что хуже. Это мы определяем себя, своими техническими тестами. Сейчас можно это все делать здесь. Мы определяем генеративные позвоночника насколько они не то, что вынуждены, а насколько они значимы для пациентов. Они его ежедневно и физически нагрузят. Мы, занимаясь спортивной медициной, с помощью этого томографа определяем стрессовую патологию. Мы смотрим онлайн, как ведут себя под вывески и вывески суставов, смещениями низких и коленей. И самое главное, мы определяем причину боли спине у людей, в которых мы ничего не находим на обычном традиционном марте. У каждого же в практике, каждую неделю встречаются люди, говорят, у меня спина болит. Просто спасаетесь. Дискутываешь на эти картины, чешешь, что у него там болит, нормально, нет, эстезов нет, связок, ничего, а у него болит, человек не учится. Благодаря этим нагрузочным тестам можно выявить настоящую причину боли. Немного статистики, статистика американская, но тем не менее, 30 миллионов американцев жаловаться на борт спине, и государство на это тратит 50 миллионов долларов ежегодно. И проведено исследование, которое показывает соблюдение компрессии нервов на 30 процентов при выполнении марте в положении стоя. То есть, тискор, регулярные компликты в них степени, которые мы описываем при обычном традиционном марте, совсем не обязательны, настолько выражены, какие они являются на самом деле. Чтобы это доказать, мы делаем два сканирования стоя и лёдов. Все это можно сделать с помощью вот этой уникальной системы. И вот, за последние пять лет положение, не стоя видеть, увеличить размеры крыжа прогибного дисвязка, сугубили спондиолистезы, показывают большую степень компрессии нервов крыжа и так далее. И, самое интересное, что после хирургии 33 процента процентов нуждаются после операционной марте, как методик выбора. и это тоже можно делать на этом томографе. То есть, у него достаточно широкая область применения. Мало того, что он имеет все то же, что и предыдущие два, у него еще есть вот эти самые накруточные тесты, которые по-английски называются по-английски по-английски вот эти центры, где установлены референсные центры, это не все, их тысячи, а томографы тысячи уже установлены на этом сумме, просто до нас они дошли с огромного воздания, к сожалению. Вот эти референсные центры, которые есть по всему миру, их очень много стоит в Штатах, их достаточно много в Европе, в Германии, в Голландии. Довольно много научных работ выходит на эту тему. Сейчас покажу вам чуть-чуть почему. Вот, например, два исследования положения лежа и положения стоя. Вы видите, что картинка изменилась существенным образом. Если здесь был спиноз канала, но он был умеренный, то он становится абсолютным. Здесь имеется прогиб желтой связки под позвоночник, который мы с вами отродяем при обычных исследованиях положения лежа. Мы можем сказать, что она гипертрофирована, но совершенно не знаю, что она гипертрофирована. Она тоже умеет подокомячиться определенным образом, под нагрузкой, что происходит вот здесь. она дает непостоянный динамический спиноз позвоночного канала, который дает совершенно четкую клинику боли цель. Что касается экономики, здесь можно приблизиться по энергозатратам к духовке. Электродуховки на вашей кухне – это 3 кВт в час. Опять-таки, никакого охлаждения. площадь площадь 23 м2 это половина этой комнаты, может даже еще меньше четверти этой комнаты. Низкие затраты на содержание, при этом при всем вы имеете преимущество, как правильно сказать, то есть вы делаете то, что не делает никто. Магнит с нагрузочными тестами, то, что называется «Wade Baron MRI» это действительно опция, которая позволяет всегда дать ответ на вопрос, что же не так происходит с позвоночником. Вот спондилоли СС, который практически не виден в положении лёжа, и вы можете его совершенно четко видеть в положении стоя, и к чему он приводит дальше. В то же самое в акциальной проекции вы можете увидеть разницу в стенозе канала по перечному или продольному по сетке с её смещением или без. Крыжные штурналковые диски, которые меняют от протузии к инструкции. Вы можете видеть вопухание на обычных скамах положения лёжа, и потом это вопухание в положении стоя резко становится пропузией, увеличивающей в размере 2-6 мм. Это всё реально, оно на самом деле так и есть, просто нам с вами, как исследователем, эти опции были раньше недоступны. То же самое, продвижение кисков, которая практически не была видна и насколько она усугубилась в положении стоя. И сравнение, кстати говоря, с кроккисковым МРТ, который в этом случае оказался бесполезен. из партикулярный комплект. То же самое, здесь он, можно сказать, первой степени, то есть, корешочек оттеснён, смещён, но компрессии нету, а здесь абсолютная третья степень, то есть, полная компрессия нестабильность нестабильность по сетке. То есть, мы приходили листес смотреть, еще какие-то вещи, а по сетке, оказывается, тоже умеют гулять, там тоже была нестабильность. Мы видим скопление жидкости, вот такие картинки мы получаем, но причину до конца не понимаем. На самом деле, при переводе пациента в положение стоя и под ноги вот так посеточным цветаем. Чудеса! Для меня прям, я многого не знала, в этих исследованиях. Послеоперационные пациенты то же самое, совершенно четко вы видите, и сам позвоночный канал, и что происходит в задней протоне связка, если приезжает диск, несмотря на присутствие реталоконструкции по переднему аспекту позвоночника поясничной материи. Функциональная динамическая МАТЭО, то, что я говорил про вот эту катушечку, она тоже доступна на джинскане. Здесь исследование с разгибанием, здесь делаются три сканы и все это занимает меньше, чем 12 минут. И у вас есть не просто картинки, а у вас есть достаточный количественный подсчет, и вы можете это выкачивать. Да? А, прекрасно. Это продолжим. Нагрузочный тест со сгибанием, вот это положение лежа, есть принос позвоночного канала вот в этих двух сегментах, вот его положение стоя разгибания, он остается одним существом дискомедулярным конфликтом, и потом сгибание, то есть вы можете смотреть, вы практически как скопье, то есть выявляет совершенно новые подробности, которые могут связаться на тактике ведения пациента. Нужна ему хирургия или не нужна. Вот поэтому устава может быть не нужна, здесь может быть не придется. Нестабильности с ретро-лестезом то же самое. Тут все выглядит достаточно прилично, переводим в положение лежа, вот у ретро-лестез находим мой никодин. Ну и не сходим вот с циклами принципиально. Образовалась нестабильность, управляла задние прозорные связки, сместилась тело под фонтаном. Не было видно до этого. Нестабильность передней, крестообразной связки, колено, то же самое, если вы переводите в положение стоя, если на горизонтальных станах все было хорошо, то здесь бедная кость уехала назад. И это уже подберег. И это надо лечить совершенно по-другому. Нестабильность низкая. Да, он поврежден, то, что в нем есть разрыв, сомнений нету, но он лежит относительно в платок большеперцовой кости, по тому же абсолютно контуру. А мы переводим его в положение стоя, и вот она сразу эксклюзия Минска под медиальную колаторальную связку. Которая впоследствии даст более существенную клинику, и если загружается так, то вы придете к контрмаляции обязательно, лактральным изменениям и так далее. Подбывед над коленей в положении лежа, в положении стоя. Вот, ну, вверху. Нет ничего проще. Вот, да, делал два станок, посмотрел, и у него ты имеешь совершенно четкую клинику. И всем понятно, что делать дальше самое. Что здесь? Например, то же самое 025 Tesla 8 тонн, чуть больше этого было классно. Ну, может быть, один вопрос. Ну, хорошо, мы получаем больше информации, мы сгибаем расгибаем шейный отдел подмоночника, лаборанту хорошо, но плохо, нам написать много, да, и как с этими углами где брать эту литературу и вообще в совершенстве делать. Есть такая опция, которая называется QSPINE. То есть, она за врача компании СОО тоже позаботилась. И вот эта опция QSPINE дает возможность проводить как качественную, так и самое главное количественную оценку вот этих всех изменений, которые мы с вами на этих сканах нашли. То есть, мы делаем два одинаковых сканирования в положении лежа и в положении стоя, после чего происходит с помощью специального софта QSPINE автоматическая сегментация к чему уходит позвоночника. То есть, здесь выделены тела позвонков и количественно измерен дистесс по всем... Система делает все сама. То есть, вы берете этого пациента и его как-то лечат. Он приходит на дукость и вы говорите, ага, дистесс, вот здесь только миллиметров, такой-то угол лордоза в этом сегменте, он приходит после лечения и вы даете совершенно четкий принцип. Вам самим, руками, ничего считать не надо. И это очень классно. Помимо всего прочего, доступен подсчет не только степень эместезов. Вы можете мерить режимы спонопроводистов, насколько они меняются в положении стоя, вы можете мерить спонозы в посеточных суставах, заточных суставах, степень компрессии нейтральной структуры и так далее. Это все доступно с помощью этой опции в описании. Не берем на видео видео. сбор данных, 3D-реконструкция, измерение и отчет. Два положения одно стоя, второе лежа. Самое главное, не очень время за травм. Два таких исследований суммарно есть, анализы автоматические. Вот обычная, вроде бы, уходит видосов с кислов, да, с обычными сниженными окошечками, но сам все одерживать, вы можете здесь перейти, посмотрите, что доступно. Все уклы, спинозы канала, спинозы отверстий, степень элистеза. Вы просто выбираете, что вас интересует. А дальше обработка вся ее автоматическая прямо на рабочей станции. И вот вам, пожалуйста, все размерчики, все углы, все дистанции, все что угодно. А мы такую поставили, и весь, не знаю, институт драматологии, ортопедии, и все отделение взяло по кандидатской подобности. Вся наука, это просто. Ты берешь и делаешь диссерт, ничего сложного нет. Вот динамика размера позвоночного канала. Опять-таки, меряешь положение стоя по положению лёжи. И вы можете делать это даже хитрее, вы можете делать это бесплатно, как основного исследования. То есть, пациенту хорошо, и вам диссертация. Наук немного. Если вы зайдете на пакет и покупаете вот эти исследования, мне достаточно много денег. Все темы, где устанавливают эти системы, обязательно делают науку по этой теме. И потом, мало того, что они просто делают науку, это имеет свое внедрение в практику. То есть, это влияет на принятие решений, как лечить пациента дальше. Насначать ему полуапу, ему нужно терапию, ему нужно на хирурге, пожалуйста, виртуальная эндоскопия. По позвоночному каналу можно гулять с помощью этой техники точно так же, как мы гуляем по кишке или по бронхам с использованием срезовых коттешек. И вот ваш отчет. Просто распечатываете эту бумажку и видите две референсные картинки, которые вы можете выбрать сами, не главное, назначена за вас система. И, собственно, дело в шляпе. То есть, все очень удобно. И самое главное, все очень продукт. Уберем красочка. Соключение. Хочется проводить параллель с рентгенографией классической, потому что опять скопия, нагрузка, то, что было доступно всегда на рентгенографии, не было доступно у нас. Арсенал рентгеновских техники сегодня довольно большой. Причем во всех типах. в обычных переносах палатных аппаратов заканчивая котлапами, крутыми ангиографами. И вот выбор оборудования действительно зависит от диаметической задачи и цены. Две позиции, которые техники перенесут. Что мы будем с этого иметь и сколько все это делать стоит. Мне кажется, что нужно менять подход с учетом техники и доброго марта. Если у нас раньше с вами был удобен полторашка-трешка или какой-то там дископольник, который никто не любит, то сейчас действительно можно сменить параллель. И выбирайте марта с размируемыми задачами. Если это центр, который занимается травмой, центр, который занимается спортивной медициной, то здесь тоже есть два оборудования, из которого можно выбрать стоимость владения, стоимость покупки, затраты, не с разменными машинами, а клинические задачи. ЧАЭЭЭ, вот у нас вся линейка. Еще раз, по скану, маленький домограф наход на верхние и нижние конечности, скан, полноценные космосуставной МРД, и через скан, который дает унываться маленьким куличным местам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу сказать, Я надеюсь, поставлять наши клиники вместе с тем, они не попали, и в камеру не попали. Так что, я думаю, что камень может быть против молодежи вы расскажите все о том, что у нас есть. И все придут к нам, все будут общаться. наставим, все будут общаться. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И И ГОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И И ВОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И ПОЛОДИСМЕНТЫ И Вые от首 с там премьер аплодисменты если у вас есть Вопрос в том, что Итальянцы могли привезти в политику. Вопрос в том, что Итальянцы могли привезти в политику. Вопрос в том, что Итальянцы могли привезти в политику. Вопрос в том, что Итальянцы могли привезти в политику. Вопрос в том, что Итальянцы могли привезти в политику. Вопрос в том, что Итальянцы могли привезти в политику. Вопрос в том, что Итальянцы могли привезти в политику. Вопрос в том, что Итальянцы могли привезти в политику. Вопрос в том, что Итальянцы могли привезти в политику. Итальянцы могли привезти в политику. Итальянцы могли привезти в политику.